Всем привет! Мы начинаем курс, посвященный стильному осеннему гардеробу. И сегодня я хотел бы рассказать вам об основных цветовых тенденциях. Ну и рассказывая о тенденциях в цвете, я буду рассказывать также о других трендах в форме, фасонах и так далее. Я немножко поменял структуру курса по сравнению с аналогичными курсами, которые я проводил в прошлом году, позапрошлом году, потому что мне дико нравится то, что сейчас происходит на подиуме. В прошлых курсах я использовал большую часть фотографий, фотографии из магазина. Сейчас подиумная мода настолько прекрасна и универсальна, что ее можно применить совершенно спокойно к реальной жизни, поэтому в этом курсе будет довольно много подиумных фотографий, ну и это красиво, это красиво. Возникнет наверняка логичный вопрос про плюс-сайз, на втором занятии на эту тему тоже отдельно поговорим. В общем, у нас получается, сейчас мы говорим о цвете, на втором занятии мы продолжим разговор о тенденциях и поговорим о составлении образов. Ну и маленьким бонусом будут, собственно, аксессуары, но мы все это будем по ходу задевать, то есть структура курса такая синкретичная, как нам говорили на филфаке. Итак, основные цветовые тенденции. Конечно, если в порядке приоритетности, то наиболее яркий, наиболее заметный у нас на подиуме красный цвет, и здесь мы видим красный в трикотаже, и в целом это подсказка и ключик, собственно, к использованию этой тенденции. Сам по себе красный цвет с вот этим его ярким флером Blading Red, это, конечно, довольно ярко, но при этом, когда это все ложится на трикотаж, либо другие органические материалы с матовой текстурой, все приобретает довольно понятное кэжуальное звучание. Отдельно хочется выделить оттенки карамели и коричневого, в первую очередь карамель, и здесь вот как раз наоборот, карамель у нас чаще раскрывается в насыщенных блестящих текстурах, типа атласа, типа шелка, типа баллони, и за счет этого цвет приобретает действительно аппетитный, не побоюсь этого слова, вид, то есть он живой, он блестящий, он переливается, абсолютно не имеет каких-то камнистых ассоциаций. Желтый цвет. Редко можно сказать, что желтый в тренде и желтый в моде, потому что крайне редко бывает так, что одновременно сразу несколько оттенков желтого у нас в тренде, потому что этот цвет довольно сложный, он не эргономичный, но с учетом современного дизайна и современных материалов, он приобретает свежее звучание и играет ту роль, которую раньше играл насыщенный оттенок синего, такой цвет электрик. Легкий оттенок голубого, супер нежный, супер женственный цвет, и ему в довесок всегда, когда входит в моду голубой, тут же появляются какие-то розовые варианты дизайна, и когда входит в моду розовый, появляются голубые варианты дизайна, и лет 10 уже, наверное, назад Пантон даже выбирает цвет года, выбрал вот розовый парцевый оттенок и совсем-совсем нежный, такой серовато-голубой, как цвета антагонисты, они работают. Сегодня поговорим о голубом, о розовом, завтра обязательно тоже будет несколько слов. Конечно, металлик, это не цвет, это текстура, но в целом я выделил ее и добавил несколько примеров, как мне кажется, носибельных в реальной жизни, потому что не всегда металлик и вот это футуристическое настроение может казаться уместным, чаще оно носит ярко выраженный такой дискотечный характер. Здесь у нас, конечно, такое футуристичное парадно-выходное платье, но и в кэжуале современные виды металлика тоже играют, потому что появились новые люрексы, появились новые материалы с таким вот напылением, как хвост кометы, дающими в искусственном освещении как будто даже какой-то шлейф цвета. Ну и, конечно, серый цвет, и в сером у нас скрывается очень-очень много всего. Это и обновленная мода на костюмы, это и обновленная мода на пальто, в общем, о сером тоже очень много чего можно сказать. Вот, собственно, оп, и понеслась.